Так, покупает мадам, а месье для Близиро. Она беременна, беззащитна на грани истерики, но им не нравится отвратительная домишка с железной дорогой через их пылесадник. Что же, мадам, надо представить поезд как преимущество, тогда она затихнет. Исключительный домик, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Прошу вас, скоро родится? Воскресенье. Ясно. Прежде чем мы войдём в дом, я бы хотел привлечь ваше внимание к его явным достоинствам. Поезд. Три выгоды. Во-первых, это же очевидно, никого вокруг. Да, конечно, поезд проходит один раз в час, а что происходит в остальные 99% времени? Ничего. Нет соседа, который будет мыть свою машину керчером в 7 утра. Нет детворы, никакой вони от мангалов. Только синее небо. Сегодня нам повезло. Во-вторых, поезд проходит перед домом, а не позади него. Значит, малыш может спокойно возиться в садике. Никто его не раздавит. И в-третьих, что тоже очевидно. Ну же, давайте, скажите хоть что-то. Нет? Мадам? Дешевле? Мадам сразу всё поняла. Послушайте, прекрасный дом с четырьмя большими комнатами в двух минутах от главного шоссе. Повторяю, в таких условиях поезд – это не недостаток, а преимущество. К тому же, когда покупаешь дом, важна интуиция, а я чую, что вы… Прошу за мной. Заходите, цыплятки. Вы у себя дома. Он уже продан. Старый классический трюк. Привлекаешь внимание к дефектам вместо того, чтобы приуменьшать их. Срезаешь путь. А потом всё идёт как по маслу.